МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Короткое замыкание в энергоцепи может привести к непоправимой аварийной ситуации. Таких примеров немало. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обнаружить опасность и уберечь энергообъекты от короткого замыкания помогают устройства релейной защиты. Такие приборы мгновенно отключают питание от сети на аварийном участке и подают сигналы о сбое. Ведущие производители систем защиты локализованы в Чувашии. На заводе релематика выпускают микропроцессоры, шкафы автоматики и специальные терминалы. В основном комплектация российская. В основном есть и зарубежная часть желаний заказчиков. Вот этих там. Клем? Да. Ну, максимум здесь 300 шкафов можно положить. Ну, здесь, наверное, где-то около 150, по 30, где-то 140. Вот так, клемм. В прочном корпусе сотни клемм, проводов, датчиков, устройства автоматики и защиты. Такие шкафы работают на энергообъектах. География продажи довольно широка. На этой интерактивной карте отмечены регионные страны заказчиков предприятия. Налажены поставки и для крупных корпораций. Задача – нарастить объемы экспорта. В правительстве региона оказывают поддержку производителям. Сейчас в рамках национального проекта международной кооперации «Экспорт» на федеральном уровне сейчас готовится пакет так называемых системных мер, которые будут помогать и продвигать нашу продукцию на внешние рынки. Прежде всего, чтобы снять барьеры, тем более в условиях как раз санкционных ограничений. Все это мы понимаем. И поэтому сейчас на федеральном уровне как раз разрабатывается этот пакет мер. А наша задача как раз совместная и с министерством. И есть у нас еще организация, которая будет помогать, способствовать. Республиканский экспортный центр. И здесь уже активно будем сотрудничать. Если раньше «Ролематика» больше зависела от иностранных компаний, то сейчас многие комплектующие на завод поставляют российские производители. Для предприятий республики импортозамещение – приоритет. Мы, кстати, очень в последнее время продвинулись хорошо в плане импортозамещения. Вот этот вот, нижегородский шкаф из-под Нижнего Нового. А раньше какие были? Ритал немецкий. Немецкий? Ну, это примерно на 30% дешевле. Вот выкрыть, сейчас вот тоже рассказывает. И говорят, раньше итальянские, по-моему, были, да? Были ББ, вот такой ББ переключатель стоит сейчас где-то 2,5-3 тысячи минимум. Этот нам, наверное, обходится где-то тысячу с небольшим, да? Вот что нам это дало. Чтобы релейная защита работала как часы, бесперебойно, за качеством сборки приборов налажим тотальный контроль. Здесь еще проходят две стадии контроля дополнительно. Каждое изделие, которое мы гружаем, абсолютно все изделия. А система контроля какая? Система контроля? 9001 у нас есть. Ну, это понятно. Но есть еще внутреннепрограммные продукты, которые контролируют все стадии. Каждый блок, который мы с первого этажа подняли, здесь проходит внутрисхемный контроль. 100% внутрисхемный контроль. Каждый маркируется после контроля, чтобы контроль прошел. И потом, после сборки, еще терминал проходит две стадии контроля. Предварительную проверку и последующую функциональную полную проверку. Даже через 10 лет мы можем четко сказать, какой сборщик, допустим, брат или там, это все учитывается. Это очень сложно, даже вплоть до какого-то там резистора. Инновационная система своя. Да, своя информационная система мы применили, которая объединяет склад, бухгалтерию, продавцов. Инновационные проекты реализуют квалифицированные специалисты. И в их подготовку тоже необходимо инвестировать. Среди производителей электротехники продолжается битва за умы. На этом заводе создали свою научную школу и учебную программу для студентов. Специалисты берут из ЧГУ, да? ЧГУ, конечно, это 99%. Ну, иногда из некоторых других, но уровень ЧГУ, конечно, не сравнимый выше, чем других. Ну, стало бы по традиции у нас. У нас там есть специальность своя, мы поддерживаем ее. У нас есть соглашение с ректором. Мы поддерживаем, финансово поддерживаем. Со школьниками мы каждый месяц проводим экскурсии, профориентацию. Новые возможности производителям релейной защиты открывает программа модернизации сетевого комплекса. Пилотный проект цифровизации энергосистемы. Это акцент и выбор на цифровой тренд, который сейчас вот как раз показал и доказал правоту выбранной стратегии. И это как раз и позволило стать передовиком не только для страны, вот как сегодня было сказано, на небольшой этой площадке, тем не менее, обеспечит абсолютно всю Россию этой продукцией. Ну, и с точки зрения цифровой трансформации, сегодня стоит самая главная задача, с учетом всех последних трендов цифровой экономики, конечно, стоит задача, это в дальнейшем нарастить это производство и не только сохранить, на одном месте останавливать нельзя. Задачи стоят, задача тоже амбициозная. Это дальнейший выход на внешние рынки, и здесь нам как раз и будет помогать, и будем работать в рамках нового национального проекта, который был обозначен Владимиром Владимировичем Путиным. Эра цифровизации энергосистемы уже не фантастика. В корпорации «Россети» обозначили задачи на годы вперед. Есть понимание, видение и набор технологических решений, которые нам позволяют это сделать. И есть, конечно же, уникальная единая энергетическая система тех активов, которые объединены в группу «Россети», которые мы имеем. Можно сказать, что это наследие Советского Союза, можно сказать, что это наш актив и один из факторов единой страны, единая сеть. От Владивостока до Калининграда работает в одной частоте, диспетчеризируется, в каждый дом электроэнергия, горит свет и есть тепло. Что свойственно цифровой трансформации важно? Первое, конечно же, это достоверные сквозные данные о потреблении и режимах работы сети, ее элементов реального времени. Конкурировать на рынке смогут только те производители, которые взяли ориентир на инновации. У предприятий республики высокие шансы занять новые ниши. Перспективы развития сферы электроэнергетики обсудят в конце апреля в Чебоксарах на форуме «Релавэкспо». Субтитры создавал DimaTorzok